здравствуйте климент рад вас видеть таким веселым позитивным не смотря на перелет не смотря на то что вызывали 6 золотых медалей односеребно юниорских олимпийских игр можно сказать что вот аккорд вот такой своей юниорской карьеры вы сделали золотой такой аккорд ну да можно сказать что последний старт на юниорских соревнованиях очень успешно получился 6 золотых односеребно медаль очень доволен этим рад что смог принести в копилку российской сборной свой вклад я знаю что у вас результаты на основных дистанциях да они в этот раз будет чуть похуже чем на взрослых соревнованиях но на кроли у вас наоборот улучшение вот чем связано вот этот феномен чем-то конкретно опустоить его не могу очень был доволен до что проблем получилось так хорошо проплыть и по моему даже вы в последней стафете до которая была у нас как раз в последний день выбор вам впервые разменяли наконец вот это восемь секунд 47 по моему 82 да да но не не в первый раз тем более последним этапом а да я плыл на чемпионате европы взрослым так сколько там а то что принципе тоже вот этот уровень да ваш вы довольны были своим выступлением вот именно в коре потому что спина я так понимаю вам далась это уже просто ваш вид спорта вы на ней не сомневались что спине у вас все получится ну как на своей личной дистанции на своих личных дистанциях большого значения не придавал то что получилось так хорошо побыть кролем да я это доволен еще раз показывает что не отстаю ну вы обещали да кроль потянуть и у вас это получается я помню в мае месяце а как с другими видами вы вы сказали что вы попробуйте свой нелюбимый образ немножко подготовить как получается сброса были пока нет не очень пока не не хватило времени то есть все таки комплекс будет когда забудет какие старты от россии ворда опять будет отбор то есть в отличие от андрея минакова вы будете выступать на чемпионате он даже и первенца пропустит да я буду участвовать в чемпионате россии то есть вы хотите все таки зимний сезон как бы выступать не будет первенца нужно отработать такой вопрос вот эта борода да она все таки вас как уже талисман потому что помните вы хотели вроде сбоевать ее но потом все таки она немножко но осталось это что она теперь так и будет как талисман у вас не знаю это не как талисман просто как часть имиджа может часть имиджа уже да то есть уже трудно от нее отказываться она не мешает быть плацам как бы мешает обычно нет они не составляют туда платье не обращая на это внимания то есть не мешает то есть можно сказать часть имиджа такой будет уже вы как бы как стильный такой пловец хорошо у вас появились вот фанаты я имею ввиду не только но российские болельщики но и допустим в аргентине были боюсь которые именно погодили на вас смотреть поддерживали вас или в это не ощущали было уже после второго дня соревнований приходили ребята из спорта наши россияне наши россияне и не только и не только да то есть другие страны ребята приходили смотрели болели за всех вот эту свою звездность вы как-то ощущали или нет или я знаю что вы очень скромный человек и на вас как бы это не отражается но все равно вы видели как бы что популярность ваша увеличилась или как или все-таки это вы не обращая на это внимание я особо не обращая на это внимание но чувствуется да могу сказать чувствуется что лавы по таким скоростям как я выступал как я плавал до чувствуется больше внимания ко мне больше давление со стороны вот сами как ощущаете вы готовы уже как бы к олимпийским играм и не все-таки надо еще прибавлять надо еще как бы бороться то есть или вот вы уже достигли того уровня или все-таки надо конечно нужно готовить еще впереди целый год и конечно с со стороны олимпийского цикла это мало но работа можно проделать еще колоссальную целый год впереди и сейчас не могу сказать что любой спортсмен скажет что он сейчас не готов потому что за год можно наработать а как думаете будет ли выступать или пистолет кроме вас как бы да но допустим понятно мы не будем что там вы попадете сборную кто-то еще из этой команды допустим да хотите вот вы вот таким составом хотя бы может быть там еще один-два человека высыпать есть такое желание такой же состав который мировой курс установил юниорский по-моему да на комбинированной эстафете как вы думаете могут ребята тоже попасть в сборную на алимпиаду несмотря на свою юность очень хотел бы да чтобы все ребята смогли провести в старшую сборную все работаем все делаем свое дело знаю что делаю очень был бы рад увидеть на старшую сборную я узнаю вот это ваш снимок заметил вошел там все издания где вы вместе с андреем держи 12 золотых медалей это часть идеи была такой стива в зерпись не секрет ну изначально андрей подумал что нужно сделать что-то может немного отклониться от таких традиций вешать на шее медали и сделать креативность то есть это идея андрея была да и вам она понравилась после снимок обошел все наши да не знаю как зарубежные все наши здания снимок пошел такая у тебя позитивная фотография краса на сейчас все таки вот вы приехали пораньше до сборной еще пока не поехала так будет отдых или все-таки сразу тренировки сейчас будут тренировки продолжаться в том же темпе подготавливаться чем это россии то есть без отдыха то есть вы не будете отдыхать то есть можно сказать что вот этот я был завершающий цикл соревнования или это уже начало нового сезона для вас начало нового сезона то есть это вы можете вы только втягивать исчезон новые же да этот турнир получать для вас на как это были соревнования такие первые в моей жизни так рано и такие масштабные уже была проделана подготовка для них после летнего отдыха и уже более хорошие более такой уверены форме нахожусь но но зимой пока мы говорим а только один в сезоне не говорим пока детям то есть зимний сезон это два старта главных это чем под россии и отбор чтобы отобраться на темноте мира и там тоже высыпать достойно но вопрос такой будет ли вы еще другие десантские комплекс все-таки будет да будете пробовать то есть в этой вот именно зимой не ваша любимая спина будет а будет кроль и комплекс попробуйте себе то есть такой как бы экспериментальный сезон получится не прям экспериментальный но я уверен в своих возможностях уверен в своей подготовке стараться улучшать результат показывать все что могу ну и, смотрите, вопрос кого вот вы особо подарили вот своими достижениями я так понимаю наверное тренера который за вас переживал болел в москве ну тренеру да конечно же тренеру дмитрий лазарев да дмитрий геннадьевич лазарева спасибо огромное за подготовку за проделанную работу то что работает со мной так долго и конечно же его труд не не остается без внимания в первую очередь как с моей стороны так со стороны сборной со стороны старших тренеров старших тренеров тоже они вам доверяют по моему это и главный тренер сборной сергей чипик и юниор нью-йоркской сборной главный тренер это да они все до вас переживают и по моему тоже стараются как-то внести лепту ну и папе конечно спасибо огромное ну я думаю федерацию благодарим Владимир Владимирович Зальников он все-таки тоже за вас переживал и все переживали за нас за нас за меня за каждого из ребят по отдельности тогда пожелаю вам успехов новых достижений и уже но приумножить звание олимпийского чемпиона среди юниоров уже звание олимпийского чемпиона среди взрослых как бы путь для вас начин на этот вот царс как бы он доминует собой уже олимпийскую победу в Токио будем за вами следить и наблюдать успехов вам большое вам спасибо и новых 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 достижений и побед